приветствую youtube приветствую зрителям моего канала сегодня мои планы по видеороликам которые предполагаю выкладывать на youtube на ваше обозрение вмешался его величество случай почта сработала на опережение планировал получить посылку завтра ну вот так вот бывает но я не особо не расстраиваюсь на один день подержу этот нож как раньше и вы увидите тоже на день раньше чем было запланировано так вот к ножам этого мастера я приглядываюсь уже достаточно давно нет покупки его ножей меня останавливало два момента две вещи первое это несколько завышенная цена на темат на те модели которые мне как бы нравились и меня бы устроили ну что значит проблема если проблему можно решить за деньги то это уже не проблема это расходы хорошая жизненная кредо советую взять ее на вооружение но второе в общем-то ножи этого мастера свободном доступе бывает крайне редко может в этом убедиться сами полазив по интернету очень востребованные модели востребованные ножи интересный мастер оригинальный значит я достаточно детально и подробно расскажу о нем вероятно в следующем видео сегодня просто вскроем коробку посмотрим на этот нож который очень хочется подержать руках посмотреть и вам показать я думаю что он должен понравиться и мне и вам давайте мы вскрывать коробочку и смотреть на мой новый нож значит хотелось бы сказать что я полазил по своим видеороликам на ютюбе посмотрел и как оказалось все что и последнее время выкладывал общем достаточно давно это либо ножи автоматические либо фиксеры я не скажу что это плохо но как-то соскучился я по интересным человеческим ножам по фолдерам и вот сегодня как раз тот самый случай когда на мой новый фолдер мы с вами сейчас и посмотрим так это бы не понадобится это сопроводилка сопроводилочка потом она я поглядим что неплохо все упаковано и вот мой новый ножик однако приятный сюрприз поставляется вот таком вот кейсики маленьком зазипованном логотип мастера вот он и деви и деви тактикал бэднес это основатель и руководитель компании из южноафриканской республики андреда виллерс вот так вот его красиво зовут андреда виллерс и вон уж сейчас будем смотреть ну в камуфляжном стиле подчеркивает так сказать тактическую направленность его изделий он сам об этом не встает говорить и на своих презентациях на выставках тактические ножи это его конек причем не только фикседы но и такие брутальные тактические фолдеры ярким представителем которых этот нож и является мы больше не хотелось говорить рекламным языком вот так же получается тяжелый большой нож я тут пару ножей своих приготовил фолдеров потом сравним размера вот такой вот ножик давайте-ка сразу откроем его и будем смотреть уже вот так видимо придется расширить немножко наш большой угол вот так вот этот красавчик битбос 1 и 9 сложно мне было зацепить его сейчас появилась новая модель это уже мастер на подороже пидбос 2 она тоже идет сатине ну и черненый вариант виде покрытием вот но там настолько оригинальный клинок что мне он как-то не очень показался вот этот вот клинок с прямыми спусками мне показался более предпочтительным более интересным более практичным потому что грин слишком оригинальный на большого большого любителя ну я вот следующем видео я покажу вам тот нож на фотографии дорогие ножи мастера тоже покажу и выскажу свое мнение а вот этот нож мне удалось зацепить просто чудом поскольку ножи этих практически нет они давно как бы сняты ну маленькие серии очень он выпускает либо кастома либо сериями так на очень лимитированный очень лимитированной версии лимитированной серии очень лимитированной кстати сейчас и посмотрим да ну на клинке с 35 вен а вот этот номер чрезвычайно любопытный мне однако последнее время на номера очень везет вот клянусь чем хотите не знал какой будет номер и вот он в кадре по-моему видно хорошо номер 10 этого года 2021 супер но эта модель еще интересно тем что это первый нож который сделал мастер замком батонлок замочек батонлок с 35 венциальной клинке клинок мощный крупный габаритный заточен он очень прилично ну а ттх будем говорить в следующем видео я замерю его но могу вам сказать что здесь клинок более 11 сантиметров в длину нож около 200 грамм веса около поменьше немножко обратите внимание лайнеры титановые здесь по 2 миллиметра толщина лайнеров кстати не скелетизирована вот там это видно бэкспейсер титановый клипса титановая накладки с карбон файбера таким мраморным оттенком очень красиво прекрасного держания наш острый можно пораниться он падает по цене собственным весом до замочек безопасности причем на обе позиции вот так его не откроешь если он будет открыт нож тяжелый его можно открывать по разному как я понимаю можно флипом закрываем замок и теперь вы его не закроете прямые спуски широченные в обухе мощный здесь порядка 4 7 десятых миллиметра насколько я знаю по ттх ну чуть меньше на 500 где-то меньше ну почти 4 7 но за счет того что клинок такой мощный длинный широкий нет такого ощущения что слишком громоздко резать он будет все равно отменно вот такая кнопочка крупная button lock а приятной насечкой бэкспейсер несколько выдается вверх чуть-чуть обратите внимание клипса сделано с подшипником что безусловно будет удобнее сажать на карман и снимать кармана мне наш очень нравится очень красивый не напрягает даже совершенно что такой тяжелый такой габаритный очень удобно держание надежная вот так он закрывается в принципе его можно под собственным весом и открыть ну может быть кому-то покажется сомнительным решение сделать вот это вот кольцо по типу спай дырка на ножах спай дырка ну дополнительная возможность на открытие можно открывать за кольцо за это все отверстие причем интересно как сделано знаете как фактурно снята фаска и красиво и палец не режет это гравировка чем мощная глубокая гравировка питбос 1 и 9 это не краска не химическое отравление гравировочка опять же тип стали номер номер 10 супер давайте покажу еще насколько батлок попадает так сказать на пяту клинка закрывает обратить внимание не меньше чем на 2 миллиметра можно с половиной очень надежно супер ну конечно фиксация мертю мертвой абсолютно никаких намеков на люфты на подшипниках насколько я прочитал на многих сайтах есть подшипники но пока разбирать него необходимости нет ну поверим тому что пишут на подшипниках осевой очень мощный осевой собрано все идеально мертвейшая совершенно фиксация красавец очень красивый нож финиш сатин вертикальный вот так это все выполнено с полировочкой большое довольно темлячное отверстие на бэкспейсере оригинальное крепление клипсы клипсов для правшей на другую сторону не переставляется и для ношения тип об для ношения тип об кончиком кверху вот так он закрывается центровка приемлемая вполне может быть не идеальная но в данном нажиме это не напрягает сам мастер гриша для того чтобы почувствовать всю прелесть его даже именно подарки на именно доработать нож неубиваем в общем то на мой взгляд обратите внимание как грамотно мастер подходит к решению такой проблемы как для конкретной длины рукояти сделать максимально возможную длину клинка здесь вот буквально но я не знаю если полтора два миллиметра будет вот здесь слава богу то есть максимально возможная длина клинка для этого размера рукоять что далеко не все мастера делают иногда может добавить чуть ли не пол сантиметра или больше не делают а потом делает неплохо он флипует прекрасное удержание это за счет вот этих вот выемок глубоких было давайте еще баланс посмотрим вот так наш балансирован на мой взгляд идеально прекрасный нож просто прекрасный давайте как я вам обещал сейчас сразу сравним его в размерах соком элит от микротек обратите внимание а ведь соком элит нож не маленький посмотрите как подавляют в размерах я вынужден извиниться за небольшой техническую небольшую проблему у меня закончилось питание в аккумуляторе пришлось доставать блок питания к сети я подключил камеру сейчас все нормально нет немножко в общем-то не хватило совсем ну вот сравнение в размерах ножа питбус 1 и ножа соком элит от компании микротек посмотреть насколько он габарит не или вот нож от то до бэга очень люблю этот нож нож тоже крупный габаритный нелегкий и посмотрите насколько больше питбус 1 вот так мы его выровняем очень заметна разница в размерах и само собой в весе тоже заметно тяжелее вот и наверное последнее что я сделаю с меня совсем немного не хватило питания в аккумуляторе но да ладно блок питания подключить не проблема сейчас проверим заточку мне кажется что очень-очень достойно ну да заточен хорошо сейчас попробуем вот так вот может быть придется немножко поправить приемлемо все очень неплохо вот тоненькая такая арка аккуратно симметричная роскошный нож я впечатлю ну в общем то те ножи которые мне так сказать раньше казались дороже наверное раза два может даже больше этот нож относительно он тоже не очень дешевый ну все относительно в этом мире понятно для меня приемлемо самое главное что в общем то их нет я вот в магазине которым взял был единственным последним сразу как его купил он там тут же исчез с анонса вот питбосс 2 есть но я не знаю кому может такой грин понравится уж очень специфический в следующем обзоре я покажу вам вот так вот давайте мы клиночек уроним закроем зафиксируем и полюбуемся на него еще раз шикарен очень нравится класс если у вас есть вопросы задавайте как всегда отвечу на них с удовольствием я думаю что вот этот же нож мы еще раз как говорит Влад Борисович образим сделаем на него обзор полный где я расскажу более подробно о мастере и о его ножах и его подходах к изготовлению ножей и еще раз на этот нож посмотрим я думаю что я сделаю либо на этой неделе либо буквально вот в начале следующей недели вот отступать некуда позади много долгов я благодарю за внимание оставайтесь здоровыми и бодрыми всем все самого-самого доброго